Если вам важно повысить и увеличить воронку кандидатов, холодных кандидатов, пойдет речь про булевые запросы, про X-ray запросы. Мы их рассмотрим очень подробно. Приветствую всех на своем канале IT Recruiter Profi. Меня зовут Езеля, и я занимаюсь подбором персонала уже более 4 лет. Сегодня я хочу рассказать вам один блок, точнее даже малую часть из блока по сорсингу из моего курса для IT Recruiter. Курс был создан для IT Recruiter, которые уже работают, но работают только по, допустим, к хантеру и не знают, как разобраться в других социальных сетях, профессиональных сетях. И для тех, кто только начинает входить в данную профессию и задумывается о том, чтобы перейти в IT Recruiter. Про булевые запросы у нас сегодня пройдет речь. Если вам важно повысить и увеличить воронку кандидатов, холодных кандидатов, вам нужен именно человек с определенными навыками и опытом, которого нет, к сожалению, на HeadHunter, то обязательно продолжайте смотреть. Сегодня пойдет речь про булевые запросы, про X-Ray запросы. Мы их рассмотрим очень подробно. Bullying Search. В целом, да, зачем он нужен? И разберем понятие булевых запросов и X-Ray запросов. Это два разных понятия, которые часто путаются. Bullying Search — это поиск по базам данных с помощью логических операторов. То есть булевые запросы можно составить не только для Google Chrome, для Google поисковика, но также для Яндекса, для Bing, для DuckDuckGo и так далее, для любых поисковых движков. У каждого поискового движка есть свои операторы. X-Ray поиск — это более узкая направленность булевых запросов, сорсинга в интернете. Поиск по одному заданному сайту по базам данных с помощью оператора сайт. Или внутри самого сайта тоже может быть X-Ray. Вы это можете запомнить таким образом, что X-Ray — это своего рода сканирование сайта с помощью определенных операторов. Далее. Давайте с вами разберем самые основные операторы, которые нам прям необходимо, чтобы искать продуктивно и искать именно узконаправленных ребят. Смотрите. Здесь я выделила самыми основными операторами, которые работают и которые я использую прям абсолютно каждый день для сорсинга кандидатов, красным цветом. Это OR, это кавычки и это сайт. Три основных оператора, которые я использую каждый день. AND, плюс и скобки я использую очень редко. Это специально отмечено синим, чтобы вы сильно не запоминали. Остальные я использую тоже достаточно часто. Это intitle, это filetype и related. Здесь я не стала публиковать другие операторы, потому что их множество, и часто они меняются, не работают, перестают работать, появляются новые. Это те операторы, которые вам обязательно нужно знать. Прежде всего, начнем с первого. Это int, означает союз и, и ищет все слова, которые есть у нас в любом запросе. Сейчас этот оператор не работает, точнее работает, но он уже зашит в поисковой запрос, например, Google. То есть, если мы ставим пробел, то это и так означает слово и. Он будет искать и то, и это. И Java, и разработчик. То есть, обе слова. Далее поехали. Or или обозначение, да, слэш, прямая. Означает союз или, ищет одно из слов. Например, frontend developer or frontend разработчик. То есть, нам нужно название либо то, либо это. Но нам не обязательно название, чтобы в названии нашего профиля кандидата было и то, и другое. Потому что нам достаточно, чтобы были синонимы. Далее поехали. Not или минус. Я использую чаще всего минус. Либо, да, дефис. В зависимости от вашей раскладки на компьютере. Оно исключает слово в поиске. Важный нюанс. Минус. И сразу у вас идет слово. То есть, минус junior, минус head без пробела. В таком случае он будет исключать из поиска данное слово. Кавычки. Поиск по точной фразе. Допустим, мы ищем тех ребят, которые открыты к предложениям. В LinkedIn и на хабр карьере есть такая возможность обознать, что вы в поисках работы. И мы таких сейчас, ребята, найдем с помощью кавычек. В кавычке мы заключаем как раз-таки данное слово. Открыли кавычки. Открыт к предложениям. Закрыли кавычки. Нам это позволит искать именно точную фразу. Далее. Следующий. Сайт двоеточия. Это поиск по определенному сайту. То есть, своего рода, да, x-ray поиск. Это самый ключевой оператор, который я использую каждый день. То есть, сайт двоеточия. LinkedIn.com. Сайт двоеточия. HUBber.career.com. Ищет по только этому сайту, который вы обозначили. Далее. InURL позволяет искать слова в URL-странице. То есть, в адресной строке у вас будет, допустим, CV, резюме, либо еще какие-то дополнительные. InURL очень хорошо работает для LinkedIn. Для HUBber.career не так хорошо. Зато InTitle работает отлично для HUBber.career. Он ищет указанные слова именно в заголовке самой страницы. Когда у нас выдача происходит и синеньким, либо если мы на эту страницу уже зашли, она становится фиолетовым. В InTitle мы обычно пишем Java, если мы ищем Java разработчика, если мы ищем Product Manager, мы ищем Product Manager и так далее. FileType двоеточия. Опять же, остановлюсь на важном факторе, что после двоеточия мы не ставим пробелы. FileType. То есть, слово оператора само говорит за себя, что мы ищем тип файла. Это поиск по типу файла. Например, docx, docpdf и так далее. То есть, любой вид, тип файла, который может быть в интернете в общем доступе. Представьте себе, что разработчики также оставляют свои резюме, и не только разработчики. То есть, можно найти по данным операторам и булевым запросам абсолютно любого специалиста. По FileType мы ищем именно какие-либо резюме, либо документы, которые есть в общем доступе. Группирование ключевых слов по смыслу для Google по сути не имеет никакого значения. То есть, вы можете писать, вы можете не писать. Я использую скобки для того, чтобы по смыслу себе самой разделить определенные свои запросы, чтобы мне было легче сориентироваться. Но это абсолютно не обязательно. Отметила, что это обязательно для Bing, если вы ищете в этом пусковом движке. Плюс. Оператор плюс. Ищет страницы, на которых присутствуют все слова после оператора. И то, только используется для Яндекса. Можно использовать для Яндекса, но я все же рекомендую использовать либо Google, либо DuckDuckGo. Это мои любимые поисковые движки. Дальше поехали. Related. Двоеточие. Ищет похожие источники. Например, RelatedGithub.com. То есть, похожие различные сайты, сервисы и так далее. Тоже отличный сайт, когда мы уже прошерстили, допустим, весь GitHub, либо прошерстили определенный форум MSU Square. И нам нужно найти похожие сайты. Это нам, опять же, увеличивает выборку. Когда вы думаете, какие слова поставить в поле поиска, постарайтесь выбрать слова, которые могут оказаться на сайтах, которые вы ищете. То есть, более простым языком. Думайте, как кандидат. Думайте, как разработчик. Думайте, как если бы вы были разработчиком и как бы написали свое резюме и о себе. Это помогает. Это развивает креативное мышление и помогает найти даже ребят, которые написали профили в своем, с ошибкой, какие-то моменты. Программист с одной М, инженер с буквой И и так далее. Хочу еще затронуть одну очень важную тему, как раз таки про поисковые движки. Google — это основной, где мы ищем, где подходят любые операторы, которые я уже осветила ранее. Он очень универсален, он надежен, он понятен. Единственный его минус — это в том, что он, к сожалению, зависит от нашего предыдущего поиска и что мы ранее искали. И зависит очень от рекламы, от каких-то дополнительных моментов. Яндекс, он ищет по русскоязычным ресурсам, но, к сожалению, пока не ищет в LinkedIn. Точнее, не то, что пока, он раньше искал, а сейчас, к сожалению, нет. И в связи с тем, что LinkedIn закрыт, но его постепенно открывают. В Google и Яндекс может быть совершенно разный результат. И в целом у каждого поискового движка будет разный результат. И у каждого специалиста на его компьютере будет совершенно разный результат по любым запросам. Потому что есть предыдущий поиск и история поиска. Не может выйти один и тот же результат по одному и тому же запросу. К сожалению или к счастью. Bing. Он очень простой, очень распространен в Европе. И меньше зависит от каких-то рекламных ходов, от истории поиска. Дагдагоу, мой один из тоже любимых поисковых движков после Google, он не запоминает историю поиска. И получается выдача более независимая. Мы ее получаем. У нас выходят прежде всего те ребята, которые нам более подходят по нашему поисковому запросу. И скорее всего мы их еще не видели и им еще не писали. И мне писало большинство реквитеров, скорее всего, что нам идет на руку. Поэтому обязательно пользуйтесь этим сайтом поисковым движком. В чем минус Дагдагоу, это в том, что мы не видим, какое количество результатов и страниц выдалось. К сожалению, этого нет. Поэтому здесь с этим нужно осторожным. Что нужно помнить вообще при составлении булевых запросов, прежде всего, всегда задавать себе три основных вопроса. Это кого хотим найти, на каком ресурсе это может быть и как разработчик мог это сам написать. Всегда задаем эти три вопроса. Важный нюанс и лайфхак, который я говорю всем своим студентам. Google может предоставить всего лишь 300 релевантных страниц согласно запросу. С этими запросами нужно обязательно экспериментировать, менять местами. Даже от этого зависит иногда выдача результата. Ставить приоритетные задачи, приоритетные ключевые слова сразу после, например, сайта двоеточие, да, LinkedIn.com. И не нагружайте запрос, потому что Google может не справиться и выдача может получиться совсем нерелевантной. Есть еще множество фишек, которые я хотела бы вам рассказать. Делитесь, пожалуйста, тем, полезен ли для вас этот контент и нужно ли публиковать чаще, публиковать разные другие лайфхаки. Кому интересно, пишите по поводу обучения, расскажу, покажу, как это работает и какие есть программы, какие темы мы разбираем с учениками на курсе. До встречи! Всем пока!